Зона отдыха с видом на Куяльницкий риман. Местные жители всегда мечтали о зеленом и уютном сфере на Живаховой горе. Да и сам проект создавали по задумке одесситов. Большая надпись на склоне, беседке, клумбы с античными амфорами и стелла в древнегреческом стиле. Это указано в описании проекта на сайте социально активный гражданин. Тендер подрядчик выиграл быстро. Тогда на реконструкцию территории выделили более полутора миллиона гривен. Только проект стоил 150 тысяч. Интересно, что проект был нарисован от руки. А насколько он совпадает с реальностью, судите сами. Добраться сюда оказалось легче, чем мы рассчитывали. На гору мы решили заехать со стороны 7-й Пересопской. Проезжие части улиц Локомотивной и Лиманной отремонтированы. Однако разметку, которая указана в проекте, нанести, видимо, забыли. Онлайн-карты показывают подъезд к дороге на переулок раньше, но найти дорогу, ориентируясь по большим буквам, несложно. Для парка здесь есть все, что нужно. Хороший обзор на город и большая территория. Но насколько целесообразны потраченные средства – большой вопрос. Одесситам нужно требовать более прозрачной, более понятной процедуры этого общественного бюджета, чтобы было понятно, каким образом набираются голоса за тот или иной проект. В дальнейшем это должно быть оформлено, как какая-то проектная документация, проект благоустройства в данном случае. Но, опять же, никто его не видел. И, по факту, то, что мы видим, оно скорее близко к этому детскому рисунку, который подавался. Вот так оно и реализовано. Облагораживание Живаховой горы закончили в конце 2019 года. Сегодня на объездную дорогу смотрит надпись, тонкие стальные листы которой местами заржавели или вовсе пропали. Рядом расположился косплей на Воронцовскую колоннаду. А обустроенную на честном слове муниципалитетом дорожку из гравия обрамляют брошенные бетонные бордюры. Также имеется беседка со столиком и несколько скамеек. Напомню, на реконструкцию территории из общественного бюджета выделили полтора миллиона гривен. Увы, от указанного в проекте греческого стиля одно подобие колоннады. Местные рассказывают, что часто приходят сюда, но делают это без особых эмоций. Живахова гора могла бы стать архитектурным парком за счет расположения возле трех водоемов, большой истории и земли, не тронутой строителями. Но превращение горы в туристический объект более похоже на шутку.